Турция 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 Единственное, что нас может защитить, это экономический интерес Китая. То, что делаем мы сейчас. 55 новых китайских заводов. Например, все нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане модернизировали исключительно китайцы. Россия не присутствует в этом важном экономическом секторе Казахстана. Россия невыгодна, чтобы Казахстан имел свой бензин. Китаю выгодно-невыгодно. Китаю все равно. Будет Казахстан иметь свой бензин? Не будет. Это на них никак не повлияет. Мы для них не конкуренты с нашей численностью. Поэтому китайцы благодушно нам предоставили технологии по переработке нефти и газа. Теперь у нас бензин в Казахстане дешевле, чем в России. Прекрасный, по-моему, итог. И дополнительный бонус в данном случае является защита от возможной агрессии, военной агрессии со стороны Китая. Ну, правда же, не будут же они бомбить заводы, построенные китайскими специалистами. Заводы, которые сейчас крепко завязаны на китайскую экономику. Потому что наши нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане работают по китайской технологии и потребляют китайские материалы для своей ежедневной деятельности промышленной. Реактивы, химреактивы. Иногда китайские специалисты приезжают посмотреть, все ли в порядке. Это и есть наша главная гарантия, наша защита от Китая, а не товарищ Путин. И то, что творится на Кавказе, лишний раз нам это подтверждает. Пусть, конечно же, армяне просят, просят, умоляют Путина о помощи, но пока я этой помощи никакой не вижу в лице дипломатии, по крайней мере. Может быть, там какие-нибудь диверсанты-разведчики бегают по горам, но никаких нот протеста со стороны Кремля в сторону Анкары, в сторону Эрдогана не последовало. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok